Это материнская порода, минералы, песок, ел, глина, органическое вещество и аэробные микроорганизмы. Значит, на сегодняшний день наши почвы настолько деградированы, что из всего многообразия почвенной живой биологии остались только бактерии. Только они способны выживать в условиях обработки почвы. Значит, практический опыт. Когда мы переходили на прямой посел, мы знали все эти принципы и, конечно же, их соблюдали. Сеяли, укрыли почву растительными остатками, очень аккуратно сеяли, то есть не производили обработку при поселе. Аккуратно открывали, размещали семена, помещали семена в почву. Да, при этом мы наблюдали, что почва структурируется. То есть почва была структурная, как бы, ну, должно все заколоситься, однако этого не произошло. Вот наш урожай. Что же пошло не так? Ну, сразу надо сказать о том, что есть две на том причине. Первая, когда мы отказываемся от обработки, мы прекращаем минерализовывать органическое вещество. И вторая причина заключалась в том, что мы принесли много углерода. В этом углероде очень было широкое соотношение углерода к азоту, поэтому те микроорганизмы, которые разлагали эти органические остатки, они забрали из почвы весь азот на себя. Значит, два графика. Это график активность почвенной биологии на обработке, и этот график активность почвенной биологии при ноутиле. Значит, что происходит на обработке? Мы видим вот этот пик. Значит, когда мы орудием проходим по полю, что мы делаем? Мы почву черним, она прогревается, при этом мы даем туда кислород. Почвенные микроорганизмы начинают активно работать, им хорошо, тепло, питание есть. Они начинают активно вот этот всплеск. Во время этого всплеска происходит минерализация органического вещества. Что такое минерализация? Это из органического, из недоступного для растений форму, переходит в минеральное. Минеральное, доступное для растений. Поэтому мы колоссальное количество, на самом деле, при обработке получаем питание для растений. На наутиле этого не происходит. Наоборот, почва укрыта, она холодная, бактериям там плохо, поэтому они себя вернут неактивно в этот период. Это период начального роста культуры. Биология низкоактивная, но зато потом она как бы компенсирует, но это будет потом, то есть высшей активностью. Вот минерализация. Что мы можем получить? Какое количество питания в результате минерализации? На пропашных культурах мы теряем органическое вещество, но при этом получаем вот такое количество НО3. Эквивалентно 300 кг селитра. Отказываемся отобрабатывать, теряем это количество вещества. Да, сейчас рекламная пауза, мы продолжим на второй лекции. Спасибо. Как решить проблему? Ну, то, что мы всегда делаем, то, что мы хорошо умеем. Покупаем удобрения, вносим, проблему решаем. Если другой путь есть, об этом мы сегодня будем рассказывать. Значит, второй момент, который привел к плачевному результату. Значит, мы оставили большое количество пшеничной соломы на поверхности почвы. Эта пшеничная солома содержит много углерода, мало азота. Кушает ее бактерии, других микроорганизмов, почвы нет. Бактерии имеют соотношение углерода к азоту 5 к 1. У пшеничной соломы много углерода, на 80 частей 1 част. Почвы бактериальные. Значит, для этого достаточно посмотреть микроскоп. Так выглядит почва под микроскопом. Красный квадратик. Вот эти точечки с ровными краями. Это и есть бактерии. Их тут великое множество. Определили, значит, очень много бактерий. Они будут поедать солому. Солома 80 к 1. Бактерия 5 к 1. Значит, для того, чтобы бактериям съесть эту солому, им нужно взять где-то азот дополнительный. 15 частей азота. Значит, где они ее будут брать? Будут брать они ее из почвы. Бактерии намного эффективнее растений в борьбе за элементы питания. Поэтому они в первую очередь заберут этот азот себе для того, чтобы кушать солому. И растениям не останется азота. Это вторая проблема. Вторая причина того, что не получили урожая. Продолжаем. Пока все собираются, мы потихонечку начнем. Такой же проблемой мы тоже столкнулись у себя на полях. Мы заметили, что после злакового предшественника мы не можем получить высокий урожай. И вот в один год, когда после Вики Покровной мы получили больше 50 центнеров, после проса у нас было там порядка 15. То есть просадка от обычного предшественника в два раза, где мы получали 30, там 15. И мы долго думали, в чем же дело. Мы удобрения не применяем, как в своей практике. И думали, может, о лилопатии, еще какое-то. Но тут банальное соотношение углерода к азотам. Для чего это важно? Для учета севооборотов, высево-покровных культур. И об этом пойдем дальше. Что же может решить этот проблем? Так как почва бактериальная, мы знаем, что должна в почве быть питательная сеть из разных исследований. Мы это видели. Обратим внимание на следующий компонент. Это грибы в почве. Когда мы были в 2019 году в Соединенных Штатах, там выступал профессор Джонсон, я сейчас о нем расскажу, почему он рассказывал, насколько важен игно-грибной компонент, которого у нас нет. И почему он важен? Потому что в природе есть естественные циклы. Добавьте. Как слышно? На все? Да, этот, ой, этот погромчился. В природе есть естественные циклы суксессии, так называемые. Каждое природное сообщество развивается по определенному алгоритму. То есть от разрушенной почвы, от породы до хвойных лесов. То есть проходят этапы становления. Называется суксессия. И на этом этапе в каждой почве доминирует определенный вид растений. То есть мы знаем, что первым приходят сорняки, а после них крестоцветные, потом травы. Это вот где мы выращиваем овощи и злаки нашей культуры. И дальше уже идут кустарники, лиственные деревья и хвойные деревья. Это законы природы, это так оно всегда работает. Но что более интересно, что для каждого вида растений, групп растений, есть своя почвенная микробиология, которая соответствует этим растениям. Для того, чтобы они были здоровыми и не нуждались в дополнительном питании. Потому что природу же никто не удобряет. И вот выявили, что вот те группы, которые мы выращиваем, это от крестоцветных до злаковых, мы должны иметь соотношение грибов-бактерий по биомассе от 0,3. То есть на каждую единицу массу бактерий 0,3 масса единица грибов. И до 1 к 1. Там, где мы выращиваем кукурузу, злаки, пшеницу, ячмень и так далее. И также происходит в этот момент переход с нитратной формы азота. Там, где мы выращиваем 1 к 1, это должна быть сбалансированная форма азота и нитратной, и аммонийной. И уже где деревья, там исключительно аммонийная форма. В 19-м году мне показалось это чем-то таким непрактичным. То есть опыты какие-то профессоры изучают грибы и получил какой-то результат. Вот они применили грибной компост справа и слева, не применили. Посеяли покровные культуры и получили прибавку в биомассе в 4 раза. Ну, чудеса какие-то, как обычно нам рассказывают, в 4-5 раз. Но когда в 2020-м уже году мы были на следующей его лекции, и он уже более подробно рассказал, почему это работает, потом рассказал, как это сделать, и мы решили проверить у себя, работает ли. Вот теория. Они просто изучали разные компосты, разные навозы, внесения. Как оно влияет на развитие растений. Вот эти столбики здесь. Это разные компосты, разные навозы, там, куриные, свино и так далее. И влияние на развитие биомассы. И некоторые показали себя очень хорошо. То есть, чем выше столбик, тем больше биомассы развития растений получили. И решили выявить, что же в этом органическом веществе, то есть в навозе, в компосте давало прибавку вырожайности. Посмотрели азот. Нет, это не азота. То есть максимальная вырожайность не там, где больше азота внесли. Также не зависело ни от фосфора, ни от калия, ни даже от органического вещества. То есть не от углерода, который внесли. И единственное, что коррелировало полностью с развитием биомассы растений, это соотношение грибов-бактерий. Чем более грибной был инокулянт, компост, тем более биомассу высокую получили. И вот он, профессор Джонсон и его жену Асу Джонсон. Вот они вместе микробиологи. То есть очень давно и очень много лет этим занимаются, делают серьезнейшие исследования. Они делали анализ этого компоста. По технологии он должен быть аэробный, целый год выдерживаться. И каждый этап, каждый месяц производят замер микроорганизмов. То есть на начальной стадии, через месяц, померили капост, посчитали, там, скажем, 300 видов микроорганизмов было. Потом через 2 месяца. Еще увеличение, это все многообразие, которое они посчитали. И уже через год там было более 2700 микроорганизмов. То есть и разные-разные виды из разных сообществ. И эти организмы выполняют разные функции. То есть привнося их в почву, мы получаем функциональную почву. То есть там и азотфиксирующие бактерии, и фосформабилизирующие, и те, которые добывают элементы питания разных из почв. То есть все их ученые смогли идентифицировать. Циклируют углерод, и даже те, которые разлагают наши пестициды, которые мы вносят. То есть здоровая почва может снизить пестицидную нагрузку и сама ее переработать. И не только маленьких научных таких опытов они использовали, но и это делается повсеместно в промышленных масштабах. То есть тут сравнивали внесение компоста. Это левый на кукурузе. Чисто компост без удобрения, без ничего. Получили 129 центнеров на орошение кукурузы. Там, где применили и компост, и 38ДВ азота, получили самое высокое урожайное, 138,3. И там, где только азот без компоста, 256 килограмм азота, там получились такой же практически урожай. Но затраты, естественно, были намного ниже на среднем варианте. И вот после этого мы решили в себя заложить этот опыт. Там несложно. Сделали реактор самый простой, заполнили растительными материалами, сделали все по технологии, и докупили червей, нашли червей-ферму. Тоже пробовали бирами чай вносить там на семена. Тоже спорные результаты. Ну, в общем, вот это надо было ждать год. Мы целый год ждали, получили через год вот такое черное нечто. Ну и давай пробовать. Размешали все там, ведра несложно. И какие способы внесения? Внесли в рядок с посевом 200 литров на сеялке. Там самое простое сделали, только для опыта, конструкцию. На горохе. Также семена обработали этим компостом, вытяжкой. И на опрыскивание. Опрыскивали по зимой пшенице и по зимой ячменю. Какие результаты получили? То есть мы целый год ждали, и получили непонятно что. То есть на горохе, где вносили в рядок, получили прибавку в биомассе, то есть заметно было увеличение биомассы, но по урожайности прибавки не было. То есть мы не увидели. На пшенице, где мы вносили, мы увидели и увеличение биомассы, и прибавку урожайности, но это был один центнер, а 20 центнер мы как бы считаем, что это на уровне погрешности. На ячмене вообще никаких ни визуальных эффектов не видели, ни по урожайности. Какие выводы делали? Ну, наверное, не работают. И так повезло, что в тот же год, вот здесь есть Юрий Виктор Люфт в этом зале сидит, они делали у себя в Омске тоже опыты, тоже вносили в рядок компостные препараты при посеве подсолнечника. И у них при внесении 100 литров в рядок компостных вытяжек дало прибавку 2,6 центнера подсолнечника. То есть мы видим, что где-то работает, где-то не работает, и делаем выводы, что просто мы можем что-то сделать не так, потому что мы делали все наугад, наобум, и не хватало нам для этого опыта. Но в чем привлекательность этого метода? Потому что затраты там копеечные. Буквально с 100 до 300 рублей на гектар прибавка может быть значительной. И можно следующую презентацию включить, пожалуйста. Как сделать, чтобы это заработало? Вот хорошее выражение, оно мне нравится. Будущее уже наступило, просто оно еще неравномерно распределено. То есть где-то оно уже есть, но не везде. Вот восстановить, что значит восстановить функционал почвы? Это сделать так, чтобы в почве появились все элементы вот этой почвенной трофической сети. Все. Тогда наша почва будет функционировать так, как она функционирует в природе. И чтобы найти ответы, как сделать, чтобы это заработало, пришлось искать дальше, пришлось учиться. И это заняло определенное время. И вот мы, когда изучали разных ученых, столкнулись с работами, как австралийских ученых, канадских. И вот это Элейн Инфен. Она одна из ведущих почвенных микробиологов в мире. То есть более 40 лет изучает вот эту трофическую сеть. И вот эту картинку, которую мы видим, это именно ее разработка. Она не сама, понятно, с группой ученых. Делали массу-массу разных исследований и вывели взаимоотношения. То есть там масса трудов. И после этого мы поняли, как действовать дальше. То есть есть инструмент, который нам помогает определить, есть ли там эти микроорганизмы. Мы их можем физически посмотреть глазами. Просто берем микроскоп, берем почву, ну и вот мы ее увидели. И что это нам дает? Ну, понятно, ничего. От микроскопа почва лучше не становится. Просто это контроль. Рассмотрим разные виды организмов и какую функцию они выполняют. Первое – это бактерии. Бактерии – они самая активная часть почвы. Вот когда мы почву смотрим под микроскопом, там кроме бактерий практически никого и нету. То есть одни бактерии. И вот эти точечки – это то, как оно выглядит. Они выделяют энзимы, которые из почвы, из минеральных частей, смогут добывать элементы питания, такие как фосфор, азот, калий и так далее. Все необходимые элементы. И также они эффективно покрывают поверхность корней растений и строят микроагрегаты почвы. И их очень большое количество. В наших почвах может быть до 2 миллиардов бактерий на 1 грамм почвы. То есть это огромное количество, но их можно легко посчитать. Это несложно. Следующий элемент – это грибы. Грибы выполняют следующую функцию. Они очень эффективны в вылавливании углерода. То есть у них соотношение более широкое, чем у бактерий. И поэтому, когда делается тест почва, грибная почва не выделяет столько углерода. То есть респирация будет ниже на грибных почвах, и это нам помогает накопить углерод в почве. Вот это под микроскопом мы видим гифы гриба. То есть так выглядят хорошие грибы. Они имеют ровный диаметр. Размер у него где-то 3 микрометра. До 6 микрометров может быть диаметр этого гриба. Видим красивый цвет, перетяжки равномерные. Они выполняют полезные функции. Они формируют макроагрегаты. Они выделяют множественные энзимы. И способны доставать с почвы множественные элементы питания для своей жизни. И обмениваться также этими элементами с растениями. И в одном грамме почвы, если мы посчитаем, сколько их там есть, то там будет сотни метров гифов в одном маленьком кусочке на сантиметр почвы. И вот эти две функциональные группы важно не только их наличие, но и их критическая масса. То есть их должно быть определенное количество в почве. Не только биомасса, но и разнообразие. Западные коллеги посчитали, что в здоровой почве насчитывается около 75 тысяч видов бактерий. И около 25 тысяч видов хороших грибов. А на наших сельхозполях мы насчитываем только 5000 видов бактерий. И буквально сотнями насчитываем грибов. И в основном это патогенные грибы, к сожалению. Грибы нельзя увидеть глазом, но можно видеть мицелии. Это так называемые резоморфы, которые выглядят как корешки, а не белого цвета. Это с плетением тончайших гифов. Сплетаются вместе и прорастают дальше. Часто можно спутать их и с корневыми волосками. Так выглядят патогенные грибы. Они обычно некрасивой формы, что я называю некрасивой. Неравномерные. Они неровные, ломанные, с пузырьками внутри. И они стараются все заполонить. То есть патогены. И вот видно, как патогенный гриф в почве формирует большую... Там много-много спор, и она вот-вот взорвется и принесет заражение на нашей почве. То есть когда почва голая, вот эти все споры патогенных грибов попадают на растения, заражают. И мы имеем вторичное заражение, когда идет дождь. Немножко хочется про биопрепараты. Мы все говорим биометод, биобиологизация землетелия. Но зачастую мы ведем к тому, что мы просто делаем какие-то препараты из 2-3-5 бактерий, может парочки грибов. И это не решение проблемы. Мы не совсем понимаем, что мы делаем. Когда мы вносим триходерму, допустим, это хищный гриб. Он поедает хорошие грибы. То есть его придумали, чтобы бороться с патогенами, патогенами и грибами. Но он же не останавливается, и он съедает все хорошие грибы тоже. Да, то есть он ест все грибы. И вот видно, как триходерма, видите, она вросла в хороший гриб и съедает его изнутри. Вот она врастет. То есть она не успокоится, пока всех не съест. И может это не так плохо на наших сельхозполях. Потому что мы вытравили и так все грибы, их там нет. Но для того, чтобы восстановить грибную популяцию, нам, наверное, не стоит использовать такие препараты. Или с осторожностью. Потому что после того, как они съедят, и хороших, у нас есть большая проблема с фузариозами. Вот это споры фузариумов. Так выглядит это один вид. И вот это основное, которое на наших культурах. То есть его тоже можно увидеть. Причем эти фузариумы, они не конкуренты. Когда у нас есть здоровые, хорошие грибы сообщества, они не могут доминировать. То есть это не конкурентные грибы. То есть проблема уйдет сама собой. И возвращаемся к той кукурузе. Мы говорили, что одним из способов решения проблемы является удобрение. Больше насыпать удобрение. Но если мы восстановим функции почв, и у нас появятся грибы, то разлагать растительные остатки будут не бактерии, а грибы. Грибы более эффективны в этом. Они конкурентны по сравнению с бактериями. Они могут выделять более сильные энзимы, которые разлагают солому. Но при этом что произойдет? У грибов очень широкое соотношение углерода к азоту. И когда они будут разлагать солому, им не требуется дополнительный азот. Они не будут из почвы забирать дополнительный азот, а наоборот будут его выделять туда. Потому что у них соотношение доходит до тысячи к одному. Также знаем мы, что бактерии формируют почвенные микроагрегаты. Вот на кукурузе мы видели, что почва структурируется. Но эти микроагрегаты, они нестабильны. То есть стабильность придет только тогда, когда в почву заселят грибы. Они свяжут те микроагрегаты, которые сформировали бактерии, свяжут своими гифами. И это будут устойчивые, не подверженные разрушению почвенные микроагрегаты, стабильные. Рассмотрим пример, почему происходит то или иное с нашими почвами. Это поле с покровными культурами. Замечательные покровные культуры. Выращиваем, смотрим на структуру. Структура есть. Это осенью все. Но радости нет предела. Агрегаты сформированы. Ждем весну. Весной приходим сеять в поле. Видим такую картину. Зимой все покровные культуры погибли. Здесь только теплолюбивые. Смесь из теплолюбивых растений. Их мороз убил. Что делать с тем бактериям? Бактерии размножились в невероятном количестве. У них был углерод. Они размножились. После того, как они съели углерод, который выделяло растения, они начали кушать растительные остатки. Видно, что в междуряде нет никаких растительных остатков. Но после того, как они съели растительные остатки, они начинают есть почвенный углерод. Тот стабильный. Это гумусом начинают питаться. В результате чего структура почвы схлопывается. Становится очень плотной. Их много. Им надо что-то есть. Они кушают. Почва становится плотной. Заезжаем сеять. Увеличиваем давление на сошник, чтобы заделать семена. В результате чего структуры нет. Края борозды, они становятся плотными. И в результате видим развитие такой корневой системы. Она может расти только вдоль посемной борозды. Это вот такой веник. То есть нам надо быть готовыми к этим проблемам. И надо понимать, от чего это происходит. Нет грибов, нет стабильных агрегатов. Разгоняем очень сильно бактерии. Они потом съедают нашу структуру. Вот так под микроскопом. Начало формирования бактериальной структуры. Много-много-много бактерий. Вот это минеральные частицы, которые уже видим. Желтенькое это органическое вещество. Которые бактерии склеивают. Микроагрегаты. Но нужны вот эти товарищи. Нужны грибы, чтобы эти микроагрегаты в макроагрегаты уже сформировать. Которые будут устойчивы. Которые будут нам... Не будет вот тех проблем с корневыми системами, которые мы имеем сегодня. И, к сожалению, когда мы изучаем почту, это решение всех. Единственная гриба, которая есть, это микориза. Потому что она как бы вступает в ассоциацию с грибами. Мы их можем сделать препарат. Их можем купить, внести. И, естественно, микориза в природе играет очень большую роль. То есть она практически 90% всех растений вступает в ассоциацию с микоризой. И бывает эндомикориза, эктомикориза, то есть которая врастает внутрь корня. А бывает, которая облепливает корень снаружи. Но обычно это уже у деревьев происходит. У нас больше интересует эндомикориза. Микориза, она очень тонкие корни имеет, эти кифы. Такой же гриб, просто он сотрудничает с растением. Он врастает в корень и разрастается, получая углерод от растения. Он является дополнением его корневой системы. И площадь питания корневой системы увеличивается в разы, в сотни раз. И вот как-то выглядит. Если вот там вот видно корешок, это схематически представлено, он не мог же проникнуть в микропоры, то гифы гриба спокойно это делают. Они гораздо тоньше, они проникают во все микропоры, достают элементы питания, оттуда достают влагу, даже в насушливые периоды, и питают этим растениям. Потому что это взаимовыгодный симбиоз. Вот как-то выглядит под микроскопом. Это корневой волосок, из него тончайшая гифа растет. И внутри корня, внутри клетки образуется такая арбузкула, поэтому его называют арбузкулярной микоризой. Арбузкула с греческого это куст или дерево. И вот это дерево, это обменная зона, где происходит обмен углеродом, со стороны, сахарами со стороны растения, и элементами питания. Это фосфор, калий и так далее. Все элементы питания растения дают. Гриб подает растению. И также влагу приносит. Причем на одном корне сразу может быть соседняя клетка, колонизированная даже другим видом штамма микоризы. На данный момент изучено более 250 штаммов микоризных грибов. То есть их большое разнообразие. Но если учитывать весь спектр грибов, которых 75 тысяч видов, на данный момент изучено, потому что изучено это на самом деле всего лишь 5% всей микробиологии. То есть это самая одна из недоизученных наук. И когда вот так разные грибы колонизируют один корень, они могут выполнять разные функции. Одни будут приносить более эффективную влагу, другие, допустим, фосфор, третий калий и так далее. Что еще примечательно, что когда есть эти грибы, то есть научно доказано, что при колонизации культурных растениями микоризой подавляется рост сорных растений на 25%. То есть грибы подавляют рост сорняков. Но мы же опять из этого хотим сделать золотую таблетку и делаем вот эти препараты. К сожалению, многие грибы микоризной не культивируются. То есть мы можем вырасти только те, которые культивируются, там каких-нибудь 9 штаммов. И обычно в них доминирует сорт штамм Ризофагус, который не оказывает большого воздействия. То есть он вступает в симбиоз, но он не сильно отдает, он не повышает биомассу, он не сильно отдает растению. Вот это то, что есть. И тоже примечательно, вот сравнение идет современных сортов пшеницы, какая у них корневая система, и старых сортов пшеницы. То есть мы сейчас селекцию идем к тому, что как бы корни растений не важны, важна верхушка, чтобы урожай получить. Потому что мы минеральное питание и так можем насыпать сверху. Поэтому идет сокращение корневых выделений и до того дошло, что там есть пшеница, которая не вступает в симбиоз с мекоризой. Что снижает грибы в почве? Не только мекоризу, а все грибы в почве. В первую очередь это обработка. То есть когда мы начали обрабатывать почву, мы разрушили структуру, а грибам нужна структура, чтобы они росли. Мы как только порубили грифы, они там погибли. Мы их пережали на солнце, мы держали пар, мы их вытравили все. То есть в наших почвах содержание грибов практически близко к нулю. 0,1%. То есть 0,1% в соотношении. Также это когда не растут растения, монокультуры, моно-севообороты, минеральные удобрения также снижают грибы в почве. Когда мы вносим большое количество удобрений, растениям нет смысла отдавать свой углерод грибам и их стимулировать. И тогда происходит что? Грибов никто не кормит, и они погибают естественным видом. То есть тут не то, что вообще удобрения нельзя применять, просто есть такие дозы, которые не позволяют грибам расти. И вот график, как оно было нацелено, сколько было грибного, и сколько сейчас на наших сельхозпочвах. Естественно, что грибы убивают фунгициды, средства защиты растения, они для этого и созданы. Но также и гербициды, и инсектициды, и другие средства защиты растений. И важно сейчас понять, что нам не надо сегодня же отказаться от средств защиты растений, от фунгицидов, от всех протравок, потому что мы будем иметь проблему. Мы не получим урожай. Снижать надо постепенно. То есть, чтобы отказаться от этого, то, что нам снижает грибы, нам сначала надо что-то сделать дополнительное. Это как покровные культуры и другие приемы, которые мы расскажем чуть дальше. Это просто для понимания, какие культуры сельхоз вступают с мекоризой в зависимости и какие не вступают. И какие среди имеют в зависимости от мекоризы. И хотя вот эти, которые не вступают, вот мы когда выбираем покровные культуры, мы думаем, да вот, которые не вступают с мекоризой, мы не будем их сеять, потому что они же грибы не кормят. Хотя установлено, если мы делаем разнообразную смесь покровных культур, то вот эти крестоцветные, они наоборот увеличивают рост микоризных грибов, если этих крестноцветных будет маленький процент. То есть за счет многообразия растений мы получаем более сбалансированную почву и иную биоту. И также, что теперь нам можно сделать, чтобы увеличить грибы в почве? Естественно, это снизить разрушение почвы, накрыть почву, сделать севооборот, чтобы присутствовали всегда микоризные грибные культуры. И также покровных, использовать многокомпонентную покровную культуру, постоянные живые корни. И вот эти три принципа мы рассмотрим в конце. Это интеграция жирноводства и инокулирование компостными препаратами. Следующим элементом почвенной трофической цепи являются такие микроорганизмы, как простейшие. Очень полезные для сельхозпроизводителя. Хотя многие отрицают их роль, их полезность для нас. Потому что, наверное, они непосредственно с растениями не вступают в взаимодействие. Но что они делают? Они питаются бактериями. Их великое множество. Мы несколько таких представителей простейших покажем. То, что мы смогли рассмотреть в микроскопе. Значит, амёба не имеет такого жёсткого тела. Сама перетекает. Очень такое интересное существо. Но, смотрите, кушают бактерии внутри. Вот они прозрачные. Внутри всё это бактерии. Простейшие раковинные амёбы. Эти амёбы строят для себя раковину и живут в этой раковине. То есть, какую-то защиту от воздействия внешней среды они уже имеют. Очень интересно наблюдать, когда её потрясёшь, потом как бы спотришь под микроскопом. Она вот этот вход забивает каким-нибудь органическим материалом, прячется там, пытается выжить. Что с ней происходит, когда мы там плугом или культиватором проезжаем? Это для неё полнейшая погибель. Вообще, они самые чувствительные из всех почвенных микроорганизмов к экологии. То есть, если мы что-то нарушаем, они уходят первыми, а возвращаются последними. Жгутиковые. Они имеют жгутик для передвижения. Тоже очень активны, тоже питаются бактериями. Запустим. Видео. Идёт. Да, вот так вот видно под микроскопом, как они работают. Вот она двигается, перемещается. Всё, что она делает, это она кушает. Очень большое количество бактерий потребляет. Значит, в чём их польза? Значит, питаются бактериями. У простейших соотношений углерода 30 к 1, у бактерий 5 к 1. Вот, забирая тот углерод у бактерий, простейшая должна вывести из своего организма 5 лишних молекул азота. Этот азот она выводит из своего организма в виде NH4. это и есть питание для растений. Это несложно посчитать, это посчитали уже, мы вам, ну, как бы уже готовые данные тут представим, что, ну, интересно, да, один жгутиконосец поедает 10 тысяч бактерий в день, ну, и так далее, и так далее. В общем, в итоге на в день около 5 килограммов действующего вещества в виде NH4 одна простейшая выделяется. А, все простейшие, которые, да, живут их в этом сантиметровом слое. То есть, за вегетационный период они способны дать вашим культурам 300 килограммов азота. Круглые черви. Алексей, любимая почва на микроорганизме? Нет, они все хорошие. Круглые черви или нематоды живут в почве, активно тоже питаются бактериями, их есть несколько видов, есть, которые питаются исключительно бактериями, есть, которые питаются грибами. В наших же почвах в основном вот эти вот, которые питаются корнями растений, они нам вредят. То есть, мы имеем иногда проблему с нематодами. И также есть еще хищные нематоды, которые едят других нематод, и всеядные, которые в основном едят бактерии, но могут съесть все, что им попадется в рост. И простейших, но все, что смогут переживать. Их несложно различить. Вот, допустим, в почве, это почва, и видим вот тут вот с такими гландами, у нее штыречек, она, у нее есть мощная мышца, она прокалывает корень и высасывает из него питание. То есть, это вредный, который нам не нужны нематоды. Но, почему они там присутствуют? Потому что нету конкуренции. Если бы были все остальные виды нематод, они бы подавили жизнь этой, потому что они конкурируют с собой. И вот, просто под микроскопом это компост, и видим здесь движение, это как раз движется нематод, это увеличение 40х, нет, это даже 100х. И видно, что в компосте мы их можем эффективно размножить и потом внести в почву. Бактериальные нематоды, они также поедают в день до 10 тысяч бактерий. Возможно, даже больше. Есть маленькие особи, только деточки, есть большие особи. Они очень активные, активно едят, постоянно теребят. И как мы понимаем, что это именно бактериальные нематоды. У них строение рта другое, и есть такой клапан, не знаю, видно ли на экране, он там пульсирует немножко, сокращается. То есть он вкачивает в себя почвенный раствор, вот если присмотреться, как сердечко стучит, вот так оно движется, и переваривает внутри, в теле уже бактерии. И выводит из своего организма много-много азота, фосфора, калия и других микроэлементов, которые эти бактерии добыли. То есть это недостающий элемент, как и грибы, и все остальное. Вот этот компост так выглядит свежий. Здесь вот это вот все, что движется от точки, это бактерии. И в них плавает нематода, их активно поедает, то есть немножко более укрупненные. И также это инфузория. Инфузория, они в более сниженных кислородных условиях функционируют, но в почве они тоже нужны. Они очень быстро, они как метеоры, нам повезло, здесь медленно попалась, она кушает активно. И тоже съедает огромное количество бактерий. Что еще? Это демонстрация, это не под нашим. Это не мы смотрели, но гифа корня, и корневая нематода протыкают этот корень, и высасывают из него питание. И лишний азот, который ей не нужен, лишний фосфор, калий, она какает, и вот из этого навоза, скажем, получается питание для растений. Они все живут в корнеобитаемом слое. Следующий элемент цепи это членистоногие, то есть микрочленистоногие или микроортоподы. Тоже интересное создание, тоже под микроскопом, увеличение 40х, это увеличение 100х, это колембола, она жрет грибы, в основном ее любимое питание, и также что попадется, то есть она переваривает. То есть есть цепочки, один есть другого, другой есть третьего, то есть она есть, аниматоды и все, что попадется. И другие, вот такие как клещи, микроклещи, и они очень мелкие, глазом не видно. Но они очень активные, постоянно едят. И ученые, не только у нас, но и во всем мире, говорят, что это не работает, это все как бы не научно, хотя исследования уже провели. То есть есть серьезные научные статьи, где проверили, как влияют эти организмы. Заложили, взяли почву, перемешали ее, автоклавировали, то есть сделали полностью, убили все живое там. Разбили на разные горшочки и высадили растения. В первом варианте у нас только растения посажены. И посчитали биомассу, сколько развилось. В следующий горшочек подсадили бактерии. И видим, что биомасса особо не поменялась. То есть бактерии нам не дают увеличение урожайности. А иногда даже снижают, когда есть солома. Следующий вариант, когда к бактериям еще подсадили простейших. И видим рост уже в 2,5 раза по биомассе. Только за счет простейших и нематод, которые питаются бактериями. Еще большее увеличение. Когда к этим простейшим добавили еще и грибы, грибной компонент. Увеличение уже в 4 раза биомассы. Это тоже, что подтверждает исследование Дэвида Джонсона с его супругой. Разные микробиологи смогли вот это с помощью опытов доказать, посчитать эти грибы, бактерии. И еще разные варианты. Поэтому важно, чтобы у нас в почве присутствовали все элементы этой почвенной сети. И без какого-то элемента не будет работать в этой системе. Очень хорошая анимация. Все то, что мы рассказывали долго, вот наглядно в этом мультфильме. Значит, видим, растение синтезирует углерод, опускает его в почву. Приходят микроорганизмы, которые питаются этим углеродом. Это бактерии и грибы. Пришли бактерии и грибы, появилось питание для тех, кто их кушает. Пришли простейшие, пришли нематоды, покушали грибы и выделили огромное количество питательных веществ. Не побоюсь этого слова. Значит, растение поглощает эти питательные вещества. Не только азот. Все, все необходимые, особенно микроэлементы, которые мы не вносим. Бактерии, для них почвенная трофическая сеть, она способна предоставить эти микроэлементы растениям. Получаем здоровый урожай. На что способны покровные культуры? Это тоже наш опыт, который давно был проделан. Значит, после уборки урожая пшеницы высеваем покровную культуру кукурузу. Мы тогда еще не знали о смесях, высевали то, как считали нужным. Кукуруза, получаем сходы, в межуряде кукурузы высеваем вику. Мы говорили о том, что принцип разнообразия. Имеем культуру злаковую, теплого периода, широколистую, холодного периода, бобовую. И также потом мы получаем еще всходы падали цикультуры холодостойкой, злакового периода. То есть, имеем все, набор всех трех культур, имеем разнообразие. Кроме того, очень важно, значит, кукуруза погибает от мороза. Она не успела отмегетировать до конца, она не успела сформировать урожай. Что это значит? Это значит, в растительных остатках кукурузы много азота. Там узкое соотношение углерода к азоту. Возможно, это было там 10 к 1, может быть, 20 к 1. Ну, да. Сама по себе бобовая культура накапливает азот. И также мы имеем растительные остатки. Весной их убили, падали циазимой пшеницы, которая тоже зеленая. Она не превратилась в солому, то есть там тоже очень много азота. Весной сеем селкой сплошного посева, высеваем туда гречиху. Высели гречиху, гречиха вегетировала, но с семенами привез проблему, то есть там какие-то проблемы с корнями были. Что делать? Убиваем, пересеваем, то есть принимаем решение. Убираем гречиху сеем подсолнечник. Но гречиха, она тоже как покровная культура сработала. То есть на момент сева подсолнечника почва не потеряла структуру. Покровные культуры привнесли туда структуру питания для подсолнечника. Результат 4 тонны подсолнечника без применения каких-либо удобрений. Без применения химии. Абсолютно. Но опять же повторяемся. Нам очень важно иметь здоровую почву. Что значит здоровая почва? Иметь все элементы вот этой трофической цепи. Вернуть их в почву. Тогда эта система будет поддерживать наши растения. Как она будет поддерживать? Что она может, что может эта трофическая сеть, когда мы вернем здоровую почву? Оказывается, она может не только дать питание растения, но и защитить от болезней. Вот это так выглядит поверхность листа под электронным микроскопом. Мы видим, что она полностью заселена бактериями и грибами. Что там делают эти бактерии и грибы? Они питаются углеродом, так же, как и те микроорганизмы, которые питаются выделениями корневыми в почве. Так же и поверхность листа выделяет углерод. Они туда приходят, заселяются. Они в симбиозе не вредят друг другу. Эти дают углерод, те защищают их от вредных патогенов. Патогену некуда прикрепиться. То есть за счет конкуренции это происходит. Они могут так же подавлять, поглощать, ну, некоторые из них, да, могут поглощать патогены. патогенов. Вот. От, от, это мы рассмотрели от болезней. Значит, это будет, каким образом может здоровая биоза защитить растение от вредителей. Вот мы видели, да, что не только азот может растению быть выделен из почвы, но так же и микроорганизмы. Получая все микроорганизмы в полном объеме, когда происходит у растения сбалансированное питание, уровень сахаров в растении повышается. Все мы знаем такие приборы, как рефрактометры, электронный простой рефрактометр, оптический, значит, капаем жидкость. Что мы видим? Мы определяем рефрактометром уровень сахара в клеточном соке растения. Чем выше уровень сахара, тем это неинтереснее для вредителей. У вредителей нет такого органа, как поджелудочная железа, они не способны переваривать сахара. А если растение получает полноценное питание, все микроорганизмы, оно начинает вторичные метаболиты вырабатывать, которые, это сложные сахара, которые не могут переварить вредители. Что делают средства защиты растения? Любые, и фунгициды, и инфектициды, они делают поверхность листа стерильной. Да, мы решаем проблему, на какое-то время мы убираем болезни, травим наших вредителей, но поверхность листа остается стерильной, и она готова, ну, как бы сказать, она открыта для того, чтобы туда вновь и вновь проникали болезни, вновь и вновь приходили вредители, и нам без конца приходится это делать, вновь и вновь опрыскивать для того, чтобы сохранить растения здоровыми. И много исследований проводится, вот еще один интересный представитель грибов, это называется метаризиум, это хищный гриб, который поедает насекомых, вредителей, то есть он спороживут в почве, он прорастает внутрь растения, и вырастает вот так на поверхности растения, и когда туда садится насекомое, этот гриб просверливает отверстие в теле насекомого, и начинает там внутри разрастаться, и убивает, ну буквально за несколько дней убивает насекомое, и использует его как питание для себя, и формирует огромное количество спор, которые скоро опять попадают в почву, и так далее. Но кроме того, что он это делает, замерили без инокуляции этим метаризиумом растения, из инокуляции еще и прибавился рост, то есть он еще и как симбиот помогает растению развиваться, не только защищает его от вредителей, но и помогает увеличивать его биомассу, то есть это важность грибов. И конечно все это используют для того, чтобы коммерциализировать, продавать это, но это природный механизм, и таких грибов в почве огромное множество, которые выполняют такие функции для растений. Если мы не имеем эту почвенную сеть, то растение не может добыть все микроэлементы для себя. Мы сверху насыпем азот, фосфор, может калий в лучшем случае, и будет недостаточно какого-то микроэлемента, и часто видим на поверхности листов недостаток питания. И природа не терпит пустоты, не терпит слабости. Как только растение ослабло, природа пытается его убить. Мы же, как сельхозпроизводитель, хотим сохранить это растение, надо урожай получить, а природа не делает разницы. Слабое растение должно погибнуть. Придут болезни, которые его съедят, придут насекомые, которые тоже его съедят. И как решить этот вопрос? На наших уничтоженных почвах мы должны это все вносить с помощью микроэлементов. Но вот в чем проблема. Это таблица того, как поглощаются микроэлементы из почвы. То есть при разном пиаж почве одни элементы становятся доступны, а другие недоступны. И вот мы знаем, что в нашей почве такая кислотность. Тогда у нас будет ограничен тот элемент питания, потому что он недоступен для растений в почвенном растворе. Но микроорганизмы могут локально в своей зоне сформировать другую кислотность и высвободить эти микроэлементы и накормить ими растения. Если мы посмотрим, из чего вообще состоит растение, то большинство, 97% это то, что растение использовало из воздуха. То есть когда мы высушили растение, все остальное это вот углерод, кислород, водород и азот. Остальное берется из почвы. То есть это для растения как микроколичество. И оно эффективно может быть взято из микроорганизмов. Потому что растение кормит организмов помощью сахаров. А они должны кроме углерода еще себе из чего-то тела свои строить. И они из вот этой почвы, из породы, которая была порода, и они начинают добывать фосфор, калий и так далее. Вот это среднее содержание элементов питания в почвах. Где-то оно намного выше, где-то намного ниже, разные бывают. Но в среднем, если посчитаем, фосфора в недоступной форме более чем достаточно. Даже азота более чем достаточно. Это содержание как бы в килограммах на гектар верхних 10 сантиметров почвы. То есть более чем. Но они недоступны растениям. Вот они в общем. Биология может его перевести в обмен и в растворимые. То есть только биология может это сделать, потому что она обладает энзимами, способными на это. Но хорошая демонстрация, что мы получаем, когда мы обрабатываем почву. Почва становится уязвимой для разрушений. И на поверхности часто мы видим вот такую корочку. А все организмы, которые мы рассказали, это исключительно аэробные организмы. Что важно понимать. Все эти организмы живут только в кислородной среде. Что происходит, если у нас анаэробные устройства, когда почва уплотнена? Во-первых, мы получаем сниженный рост растений. Есть уплотнение, растение не может туда прорасти, тратит больше энергии, получает меньше питания, меньше влаги. Если же хоть уплотнения нет, растение лучше и быстрее растет. Вот просто демонстрация. Когда мы сверху сыпем удобрение, когда мы поливаем, вроде сверху все хорошо, а в почву проблему мы не решаем, потому что надо сделать что-то дополнительное. И как видно, уплотненная почва, там воздуху нельзя пройти. И вот слева это структурная почва, через которую может атмосферный воздух опускаться в почву. И в кислородных условиях процессы идут почвенные, аэробные. И все элементы питания, они видите там вот азот в форме внутри, то есть с доступом к кислороду. То есть ой, то есть кислород. Если же у нас уплотненные анаэробные условия, если есть корка, то организмы переходят в анаэробную стадию. То есть есть факультативные организмы, которые работают хорошо в анаэробных. И без доступа к кислороду мы теряем азот в виде аминка, теряем фосфор в виде газа, фосфина, и также серо в виде сероводорода. То есть это все газы, которые теряются. И кроме того, плохие организмы, это патогенные бактерии, грибы, они выделяют алкоголи, формальдегиды, фенолы, и это все разрушает корневую систему растений. Растения получаются ослабленными и больными. И мы столкнулись с такой проблемой, не знали, как ее решить. Это улитки. На горохе один год было больше улиток, чем гороха. То есть мы не могли убрать это в бункере, что творилось. И в тот же год увидели на другом поле решение этого вопроса. То есть это видео у нас в поле и в середке участок частника. Он там сеял из борцет, поле уплотнено, там косили. Ну я смотрю, там улитка просто как у нас на горохе. Один на одном, очень огромное количество. А потом захожу в покровный, там их практически нет. И чем дальше от края, они пропали просто. Я думаю, ну как же так может быть, что вот они все тут, а здесь их, ну вот еще с краю, где техника разворачивается, уплотнение есть, там их немножко есть. Ну вот две, три, но не сотни, как там на метре. А туда в блок, где уже и покровный получше, там может одна. Ну вот, если просто время мало, там покровный получше и улиток нет. То есть здоровые растения, когда почва и структура нету вот этих анаэробных алкоголей, улитка ползет на алкоголь, как и некоторые ферберы наши. Ну в общем, вот решение. То есть мы к себе покровный, и проблема с улиткой уходит сама собой. Следующее. И то же самое с сорняками. То есть микроорганизмы, они регулируют рост сорняков. А сорняки это не покровные культуры, они очень эгоистичные, они маленькие, дают вклад углерода в почву. И в основном забираются элементы питания, влага у вас и меняется, но это проблема. Это не надо рассматривать сорняки, это для разрушенных почв. На хороших почвах не будет проблемы с сорняками. Следующий элемент это черви. Черви, которые мы можем выкопать, уже увидеть глазами. Обычные черви. И вот если мы в семнадцатом году начинали, когда работать, мы смотрели, это была для нас как бы теория. Вот структура почвы, покровные, формируют как в природе, а на обработке положенная подошва, обработанная почва. Сейчас же мы можем увидеть всех этих червей у себя на поле. Весной приходим, массовые такие отверстия, то есть кто-то эту солому затягивает внутрь. Копаем там много поверхностных червей, мелких. И вот такую структуру они формируют. То есть они перерабатывают органические остатки, и они кушают тоже бактерии и грибов. Все, что могут съесть эти черви. Очень полезно. И вот на этом поле, где у нас два раза получились покровные культуры, хорошо. И хоть поле слабое достаточно. Но в девятнадцатом году получили покровные, в двадцать первом тоже получились, так совпало с влагой. И после этих, на этих покровных, кстати, вот когда всем покровные, очень важно, когда их останавливают, Александр Иванович рассказывал, в какой фазе остановить. Если в ранней фазе там много азота, мало углерода, то уже в соломе, в этой пшеничной, будет восемьдесят углерода, один азот. То есть нам, если мы хотим меньше удобрений, надо немножко раньше останавливать. Кому же надо больше углерода накопить, немножко позже останавливать. Тут вот эти нюансы надо учитывать. Но мы сейчас приняли решение в своих условиях, надо адаптировать на свои условия, мы останавливаемся чуть раньше. Не даем перейти в такую фазу. Университетом попросили у нас сделать образцы почвы. Почва у нас скалистая в основном, мы один копали, в общем, там скала идет через 20 сантиметров, и поискали участок, где побольше, поглубже слой почвы, экскаватор выкопал, чтобы мы могли срез делать метровой почвы. И удивились, что под этими двумя покровными, где были, структура шикарная. Вот эти черви большие, которые делают глубокие ходы, они на всю глубину, сколько мы копали, все туда идут. И каждый вот 10 сантиметров вот такой ход червя, и в нем черная почва, и туда растут корни покровных культур. То есть им намного легче туда расти, там много плодородия, и за счет этого мы видим, что и покровные лучше растут, и потом на этом же поле увидели прибавку урожайности. Видите, в этих ходах червя как раз корни все и растут. То есть они идут туда за благо, за питанием. Это так мы отбирали образцы. Но на наутиле мы знаем, черви увеличиваются с покровными культурами, количество червей увеличивается еще больше. От 40 до 300 процентов количество червей с покровными культурами увеличивается. И вот такие вот монстры живут у нас на полях, и они очень глубоко копают. И так это выглядит вот в разрезе. И после двух лет этих покровных на этом поле, когда мы получали в лучшем случае 8 центнер нута, то в этом году получили 14. То есть наконец мы увидели уже отдачу не после первых покровных, а уже после вторых, когда эта система начала работать. И конечно мы все остальное тоже сделали хорошо. И сорт, и сроки. Надо системно подходить. Но для нас, это может для кого-то небольшой урожай, но для нас это, как бы сказать, рекорды урожай по нутру. И то же самое по льну. Мы косили льон, где-то была урожай на 7, а где-то за 10. Ну, косили и косили, а потом презентацию начал готовить, проанализировал. За 10 было там, где получались покровные культуры. То есть это один к одному. Была засуха, мы накрыли соломкой, были покровные, структура, влага и все, вот урожай. И многие тоже начали замечать вот эти моменты по улучшению, по покровным культурам. Поэтому я думаю, что с биологией, когда мы начнем применять, больше опыта будем закладывать, мы увидим такие результаты тоже через какое-то время. Покровные культуры, значит, очень важно сеять сразу после прохода комбайна. Наглядный пример. Я прошу прощения, не 22-й год, 21-й. Ну, немножко ошибся. Значит, сеяли сразу после уборки озимого ячменя. Он созревает раньше, на 10 дней в нашей зоне. Прошел комбайн, сразу посеяли, получили отличное густоту стояния и отличную массу. Опять же, в 22-м году приехали в этом году туда сеять. И что увидели? Удивились, значит. Во-первых, они все летняя смесь из летних покровных культур их убил мороз. Глифосат не применяли. Они сами, ну, сам мороз их убил. То есть, нет затрат на химию. И увидели отсутствие сорняка. То есть, в начале мая, в конце апреля сеяли подсолнечник. Сорняка не было после вот такого развития покровных культур. Опять же, не тратили лифосат, не тратили, посеяли. Да, страховым потом работали, но явная выгода и приятно иметь такой бонус. есть еще такой элемент почвенной трофической сети, как животное. Мы же, мы же хотим быстрее восстановить всю, всю нашу трофическую сеть, чтобы вернулись грибы, вернулись черви, простейшие, это все очень полезно. И вот эти товарищи нам помогают это сделать быстрее. Вообще, цель сохранить, вернее, иметь их на своих полях круглый год. Но есть некоторые ограничения, допустим, у меня проблема, как их поить зимой. Я их вывожу на полях, как только вода не замерзает, имею возможность вытянуть туда воду, то есть организовать там поение и выгоняю. Вот они пасутся на неудобьях, рядом, вот за лесополосой, там растет пшеница еще. Пшеница растет, убираем пшеницу, все им покровные культуры, покровные культуры вырастают, изгорать убираем, ну, то есть огораживаем вот это неудобие вместе с полем, выходят, поедают траву. Что они делают? Они инокулируют, то есть они паслись на том участке, где поле нетронутое, соответственно, там присутствуют все элементы трофической сети, они на своих телах, на копытах, там вместе с этим переносят его сюда, в поле. Во-вторых, есть у них два отверстия, через которые эта биота может выходить, в виде лепешек, оставляют на поле, а также в виде слюны, как они питаются. Она языком обхватывает растение, тянет его, что-то обрывает, глотает, что-то остается расти, дальше остается расти в почве. Слюна это самая биологически активная субстанция на земле, доказано, что желудок крупного рогатого скота самое активное место на земле, привносим туда биологию. Значит, животные, растения, они веками существовали вместе, растения привыкли к тому, что их поедает животное. Что делает растение? Когда его съели, оно мобилизует все свои резервы и выпускает огромное количество углерода в почву. На этот углерод приходят те, кто им питается, приходят грибы, бактерии, размножаются в невероятных количествах, приходят те, которые их едят, соответственно, выделяют большое количество питания, растению помогают, тем самым быстрее восстановиться, быстрее восстановить свое. Это как драйвер, как ускорение, для того, чтобы восстановить почву. Ну и кроме того, животное как дополнительный доход. То есть мы, выпасая покровной культурой, какие-то килограммы еще нагуляем. Второй момент, каким образом используем. Тут уже и постоянные живые корни, и разнообразие, и животных мы имеем, и минимальное разрушение, и покров почвы, то есть все в полной мере уже как бы эту технологию применяем. После уборки пшеницы высеваем смесь покровных культур, тут рожь с викой. Весною, опять же, вода не замерзает, вывозим поилку, и сразу делаем изгородь, и выпасаем частями. То есть съели 50% ржи вики, переносим изгородь дальше, и таким образом они дальше-дальше продвигаются, кушают. пришло время сеять подсолнечник, животных убираем с этого поля, высеваем подсолнечник, обрабатываем глифосатом те растения, которые остались, поле чистое, страховым гербицидом не работали, вот оно, это солома ржи, то есть страховой гербицид не нужен, очень чисто. получаем в один сезон и выпас, и зерно. Тем же, у кого нету животноводства, то есть животноводство очень помогает в восстановлении почечной сети, но, допустим, у нас есть проблема с этим. Есть метод изготовления аэробных биополноценных компостов, это высокотехнологичная уже отработанная схема, как она делается, для того, чтобы в инкубаторных таких условиях размножить на органическом веществе вот те все организмы, которые мы обсуждали. И в первую очередь это грибы и простейшие, которые у нас не хватает. Есть ряд условий для этого. Он должен быть аэробный, должен быть без химии, должен быть многокомпонентный состав исходного сырья, должен быть локальный, чтобы мы взяли своих микроорганизмов, эндемиков, которые у нас живут в нашей зоне хорошо, и тут они размножаются. От трех месяцев до года идет увеличение количества аэробных организмов. Патогены же организма пастеризуются в процессе термической обработки. То есть он саморазогревается, патогены все умирают, семена сорных растений погибают, и мы имеем чистый компост, который является хорошим инокулянтом. Вот некоторые слайды, которые мы видели по микробиологии, это из компоста уже взято. И что мы дальше с ним делаем? То есть мы его собрали, разные материалы, не только с полей, там есть лесополосы, листья надо, и ветки. Об этом целая-целая большая наука мы не успеем полностью рассказать, но в общем мы начали только в том году это закладывать, первые опыты, и вот на осень привнесли это в рядок, то есть он должен простоять какое-то время, надо выдержать термическую фазу, должна быть хорошая структура, там коричневый цвет получаемой жидкости, и наличие микроорганизмов, грибов и бактерий. То есть мы теперь получили инструмент, когда мы знаем, что мы вносим, мы можем посчитать, сколько мы вносим, и остается проблема, которую мы еще не решили, это чтобы они прижились к почве. То есть для этого нужно время, нужно терпение и время. То есть если первый год, когда мы вносили компост, это было просто с наших полей растительные остатки, он был черного цвета, непонятной структуры, и там весь азот мы потеряли, то есть там было мало микроорганизмов, мы что-то не выдержали, или переувлажнили, или недовлажнили, не выдержали полностью все. И вот как-то вносится. Можно вносить опрыскивание по листу, но в наших условиях самое эффективное это вносить в рядок с посевом. Можно также вносить на семена, тоже 50 на 50 эффективность, но хотя бы есть инокуляция, потому что семена пока что мы должны протравливать химическим фунгицидом, потому что есть семенная болезнь, если мы сейчас не будем протравливать, мы можем получить и головневые. Тут надо очень аккуратно смотреть и постепенно к этому проходить. Сначала мы восстанавливаем почву, и только потом постепенно снижаем все пестициды. И тоже даже во внесении этих организмов есть нюансы. То есть, когда вот там мешалка стоит, все эти амебы, все грибы, они перемалываются и погибают. То есть, для того, чтобы их даже нанести правильно, надо кучу нюансов учесть. Вот здесь самотоком течет вот этот компостный экстракт, для того, чтобы организмы тончайше не погибли, меньше прошло контакта с движущими частями. И вливаем в рядок. То есть, пока что у нас результатов на данный момент нет. Мы только заложили, только делимся тем, то, что будет на перспективу. И немножко мирового опыта. Есть время у нас еще? На вопрос остается? Ага. И в мировом опыте, это и в Африке, и в Австралии, и в Канаде, коллеги-фермеры делятся опытом, что уже это массово, то есть, это не только наши маленькие, это уже имеет массовый характер. И вермифермы, приготовление этих компостных экстрактов происходит, есть как мобильные, так стационарные и в огромных количествах. То есть, это уже делается. И делать люди не зря, имеют от этого хороший результат. Есть уже даже фирмы, которые производят отдельный компост, отдельно из него делают вытяжки технологичные. То есть, на любой масштаб это применимо. Ну, подытожим. Да, по-моему, как бы понятно, что вот те пять принципов здоровья почвы расширяем до бесконечности. И, а что, вот практически, да, что можно порекомендовать? И что самому нужно делать для того, чтобы вернуть это вернуть биологию почвы? Первый, самый важный фактор, который на это влияет, это обработка почвы. Хочется сказать о том, что вот, какую мы сейлку выбираем. Есть же сейлки, там, анкерные, двухдисковые, монодисковые. Они же тоже в разной степени разрушают почву. Поэтому, если вы хотите вернуть биологию почву, вы должны, соответственно, обращать на это внимание. Снижение давления на почву. И обращать внимание на то, какие движители у нашей техники. Спаривать колеса. То есть, создавать, что такое давление на почву? Это создание анаэробных условий, что приводит, вот Алексей рассказывал. Анаэробные условия, это потеря питательных веществ, в виде газа все это будет улетать. Это и создание анаэробных условий для соответствующих микроорганизмов, которые патогены, которые не полезны для нас. Качественное распределение почвенных остатков. Накрываем почву, защищаем от высокой температуры и от капель дождевых, которые эффективно разрушают почву. Также надо обращать внимание на распределение половы. Полова не должна толстым слоем ложиться, плотным толстым слоем. Это тоже создание анаэробных условий. То есть под плотным слоем. Особенно если намокнет, поднимаешь эту полову, там видно эти прям грибы патогенные. Посев покровных культур, смесей покровных культур, не монокультура, смесей. Как можно больше углерода в почву. Учитывать соотношение углерода к азоту. Это на практике на той кукурузе мы разобрали. Почему не урожай, почему не добор урожая, много углерода. Если почвенные цепочки не работают, это надо учитывать. То есть либо там горох посеять, либо какую-то бобову, это на нее никакого влияния не окажет. Либо дополнительно компенсировать чем-то. Применение аэробных компостных инокулянтов. То, чем занимается Алексей. Будут вопросы, пожалуйста, переговорные. Ответим на все вопросы. Постепенное снижение минеральных удобрений СССР. Никто не говорит, что сейчас нужно отказываться средств защиты растений и от минеральных удобрений. Это невозможно. Пока бактериальные почвы без удобрений, без средств защиты получить рентабельный урожай невозможно. Еще мы считаем с Алексеем, это очень важно, обмен опытом. То есть мы поделились сегодня своим опытом. То, что мы знаем, то, что мы уже сделали. Того же будем рады услышать и от вас. Ну и надо учитывать, что все изменения в почве, она очень инертна, происходит очень медленно. Набираемся терпением, но верим в успех. Спасибо за внимание. Спасибо, надеюсь, и у нас субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...